Всем привет! Сегодня я расскажу о бюджетной косметике. А самое главное это косметика российского производства. Сейчас как никогда актуальна тема импортозамещения. И я решила посмотреть, есть ли что-то достойное и недорогое в наших российских брендах. Конечно же я нашла такой уход. Сегодня поговорим об уходе для лица. Всем этим я пользуюсь и пользуюсь удовольствием. Это недорого стоит и купить можно либо на официальном сайте, либо на Валберест, либо на Озон. Ссылки я буду оставлять все внизу. Обращайтесь в Минпро Бокс. А во второй части через некоторое время я выпущу ролик также об уходе для тела и волос. Также от российских производителей. Если вам эта тема интересна, можете в комментариях хотя бы поставить плюсик, чтобы я понимала насколько быстрее мне нужно снять такой ролик и выложить. Давайте начнем, наверное, с давно мне знакомого бренда. Это Кора. Этот тоник я покупаю, наверное, раз в четвертый. А вообще знакомство моего произошло лет пять назад, это точно. И именно с линейки Сибаконтроль с пробиотиком. Данный тоник для жирной и смешанной кожи. Успокаивающее, увлажняющее действие и Сибаконтролирующее. И, конечно, активные ингредиенты. Это салициловая кислота, которую я ищу. И она мне очень хорошо подходит бороться с какими-то воспалениями. Кора дуба, фиалка, шалфей, календула. Состав, кстати, у Коры очень даже неплохой. Во многом выигрывает с другими конкурентами. Здесь дозатор распрыскивает. Но я наношу на ватный диск. Мне так удобнее пользоваться. Можно, конечно, сразу на лицо. Обалденный аромат. Такой профессиональный. Это, кстати, профессиональная косметика. Ею раньше, по крайней мере, активно пользовались косметологи. Косметологи советуют и советуют для домашнего ухода своим клиентам, пациентам. Кору я покупала на скидках на Валберис, по-моему. И тогда стоило это в пределах 200 рублей. Как сейчас не смотрела. И также примерно по этой же цене я приобретала такой вот тоник от Фитокосметик. Тоже российский бренд, позиционирующий себя с натуральным составом. Но, в принципе, я на Экоголик проверяла. Оно так и есть. И это у меня обновляющий вот такой вот тоник с витамином С. Обновляющий эффект. Двойная порция витамина С. Фруктовые АХ-кислоты. Снимающие следы усталости с кожи. Наполняет кожу энергией сиянием. Насыщает витаминами. Недавно купила и покупала для использования утром. Но так как здесь есть кислоты, естественно, я пользуюсь им только на вечер. Пока еще нет у нас активного солнца. Потом придется его поменять. Приятный аромат. Он не пенится на ватном диске. Как вот некоторые, кстати, натуры Сибельки у меня пенились. В общем, мне нравится. Хорошо увлажняет. Больше мне и ничего не надо. Пользуюсь я, как видите, недолго. Наверное, недельки две. У него, кстати, экономичный расход. Я его не жалею. Наношу на ватный диск. Дальше перейдем к кремам. Это будут кремы для лица. Кремы, особенно ночные, для меня это прям... Ну, можно сказать, я вгрызаюсь в этот состав. И когда я точно понимаю, что там нет ни одного ингредиента, который будет способствовать высыпанию, только тогда я его заказываю и использую. Но хочу начать сначала с такого кремушка. Это дневной, но тоже пробиотический крем. Вообще, мне нравится история, что касается пробиотиков и пептидов. И здесь, кстати, крем это от компании Багздрав. Вообще, изначально компании Багздрав я познакомилась с их заквасками. Кремушек для лица мне был. Мне он тогда еще понравился. И закваски мне понравились. Ну, о них я, наверное, расскажу в другом видео. Именно, что касается ухода за телом. Здесь же и здоровье тела. Оставлю ссылки просто, если вас эта тема сейчас заинтересует, то вы захотите ознакомиться. У них много очень информации. На сайте и ВКонтакте они есть. Я заказала прям линейку. Первое, вот я хочу вам как раз рассказать о креме дневном для лица. Здесь написано номер 31, для всех типов кожи 35+. Чем меня привлекло? Тем, что содержит пептиды. Пептиды тоже вещь хорошая. Разглаживает возрастные мимические морщинки. Обладает легкой текстурой. Активирует рост эпидермальных клеток. Восстанавливает кожу на клеточном уровне. Стимулирует синтез палогена. Очень много других каких-то обещаний, которые я верю, что они могут исполниться. Потому что, опять-таки, обращаю внимание на состав. Здесь вода дистиллирована. Масло манго. Масло токинных семечек. Масло зародышей пшеницы. Это масло кунжутное. Растительный глицерин. Лизат. Лактобактерии. Лактолис. Провитамин В5. Пептид. Экстракт. Петрушки. В общем, и т.д. и т.п. Нет ни одного ингредиента, который бы меня смутил. В общем, что мне еще понравилось. То, что он обладает легкой текстурой. В то же время увлажняет. Быстро впитывается. Хотя у меня кожа нормальная. Склонная к жирности. Аромат не отталкивает. И он не травянистый. Как у многих есть таких косметических линеек. С натуральным составом. Ну, в общем-то, меня очень порадовал этот крем. И упаковки классные. Причем стоимость, ну, примерно в среднем диапазоне у них вот таких уходовых средств 550 рублей примерно. А еще если скидку применить. У меня, кстати, есть промо-код. Я вам его оставлю. Он на все действуют покупки. Независимо там второй, третий раз, первый раз вы покупаете. 10% скидка. У меня получилось применить его. У меня реально скидка сработала. На ночь я купила себе тоже пробиотический для проблем на комбинированной кожи 25+, номер 28. Мне на ночь главная легкость в креме. И чтобы он у меня не закупоривал поры и не вызывал дополнительное воспаление. Здесь оказывает антимикробное противогрибковое действие. Регулирует работу сальных желез. Выравнивает тонус, сужает поры. Нормализует жировой и водно-солевой баланс. Укрепляет иммунитет, стимулирует микроциркуляцию. В общем, главное, что есть антимикробное, противогрибковое и противовоспалительное действие. На ночь для меня, особенно сейчас будет в летний жаркий период, самое то. Состав дистиллированная вода, масло ламинария, масло листьев, эвкалифтов, фикуса, лизат, пропионобактерии, пропиолис, провитамин В5, растительный глицерид, оксид цинка. Экстракт ламинарии, фикуса, алоэ, полыни. В общем, также ничего того, что было бы вредно для моего лица. Это прям находка для меня. Очень легкая текстура, самое главное. Я его наношу. У меня нет потом никакого чувства стянутости или сухости. Но в то же время у меня лицо просто наглухо заматировано. Пока все хорошо. И периодически еще на ночь я использовала до этих кремушков, когда купила вот такую вот Миксит. Это уже моя третья, наверное, сыворотка. С неоцинамидом 10% и цинком 0,5%. Сиборегулирующая сыворотка с неоцинамидом и цинком. 30 мл. Стоила тогда, когда я ее приобретала рублей около 500. Как сейчас цены, не знаю. Она немножечко похожа на сыворотку с аналогичным примерно названием от Ординари. Но сейчас нет возможности Ординари заказать. И в принципе, ну какой-то особой разницы между ними я не замечаю. Да, Ординари может быть чуть лучше борется с уже возникшими воспалениями. Здесь нужно побольше дней попользоваться. И тогда очаг какое-то воспаление стухнет. Хороший состав. Тоже нет ничего того, что бы вредило моей коже. Поэтому вот у меня уже чуть осталось. Надо будет допользовать обязательно. У меня уже есть на замену и другая сыворотка. Только я не знаю, там российского производства или нет. Я на Валдерес приобретала по очень-очень хорошим отзывам. Но это уже тогда в других видео вам может быть расскажу. Ну и конечно, что касается зоны вокруг глаз. А эта зона у меня в отличие от кожи на всем лице. Она у меня как раз таки сухая. Почему-то какие бы кремы увлажняющие, питающие я не покупала. У меня есть один участок. Это вот здесь. Там у меня довольно-таки часто есть сухость. И вот крем хороший. Кстати, я также от Бакздрав купила. Номер 35. Крем для века кожи круглоспробетический. Он, по-моему, у них там единственный, что касается 35+. Что-то между питательным и увлажняющим. У них есть еще там кремуша, который я хочу, кстати, приобрести на такой более теплый период, который снимает отечность. Он для лица и для век. Вот его я однозначно тоже хочу попробовать. Здесь, конечно, все хорошо начинают упаковки в виде такого, как шприца. Да, хороший, приятный кремушек, хорошо впитывается, не оставляет масленности такой на поверхности и нет сухости. Не хочется повторно его нанести. Большая конкуренция. Ну, сейчас, так как она стала чуть поменьше, и вроде мы стали обращать внимание больше на что-то российского производства, по крайней мере, я. Ну, в то же время бюджетная и качественная. Хочется, в общем, все и сразу. Ну, вот это хорошая, кстати, такая вот альтернатива. Здесь идет антивозрастной крем для века кожи вокруг глаз. Разглаживает химические и возрастные морщины. Содержит пептиды. Обладает противоотечным действием. Не утяжеляет веки. Здесь стимулирует синтез галогена. В общем, очень много тоже заявлено. Очень много натуральных компонентов в составе. Как пишет производитель, их не менее 98%. Понравился. Вообще, мне, если честно, что из такого вот новенького, да, если говорить тот Бакздрав, очень даже удивил. Вот российское производство недорого, да, в среднем это 550 рублей. Ну, смотрите, упаковки какие, эстетичные, красивые. Состав офигенный просто. Ну, хороший состав. Я пользовалась как-то пептидной тоже линейкой. Она была очень дорогой. Она была, по-моему, американского производства. Но там один тоник стоил 4 тысячи. И не все мне из этой линейки понравилось. И еще недавно я совсем попробовала вот такие вот патчи для глаз. Фитокосметик. Гидрогелевый патч, 10 штук, коллагеновые. А мала же очень разложит морщины, восстанавливает, они делают, устраняют отеки. Мгновенный эффект за 10 минут. Я, кстати, их использовала сегодня. Наносила под глазами. Загубные схватки нанесла. Да, хорошо разгладила. Даже, по-моему, чуть меньше 10 минут подержала. Может, минут 7. Ну, мне очень понравился эффект. И, причем, стоит недорого. Стоит 79 рублей. Это, получается, у вас на 5 раз использование. В принципе, соотношение неплохое. Эффект хороший, аромат приятный. Сами патчи, они качественного коллагена. Плотные. Ну, это вот все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Все ссылки, все промокоды, в общем, все оставляю внизу. Пишите свое мнение. Пишите свои находки. Именно вот таких российских производителей косметического ухода для лица, для тела. Мне будет очень интересно почитать. И что-то из этого приобрести, попробовать. Так что, да, приглашаю вас в комментарии. Как обычно, давайте там пообщаемся. Спасибо всем за просмотр. Желаю вам хорошего дня. Хорошего настроения. И всем пока.